Здравствуйте, уважаемые садоводы-любители! Меня зовут Русский Хован, и я приветствую вас на канале Процветок. Сегодня мы поговорим с вами о том, как сделать из розовой гортензии голубую. Вообще, это не секрет. Существует множество советов, как превратить розовую гортензию в голубую, и все они достаточно верны и связаны с тем, что голубая гортензия получается тогда, когда почва достаточно кислая. А как мы знаем, кислотность почвы, глинистой почвы, минеральной почвы, зависит в основном от содержания солей алюминия. Где же нам взять соль алюминия, которая необходима для того, чтобы гортензия превратилась в голубую? Многие советуют закапывать алюминиевые какие-то кусочки под гортензию. Ну, в принципе, это совет такой достаточно спорный, потому что все-таки алюминий очень плохо растворяется в почве из-за того, что поверхность алюминия покрывается окислами из-за кислорода, содержащихся в воздухе, а эти окислы являются достаточно устойчивыми к всевозможным воздействиям. Также рекомендуют делать раствор алюмокалиевых квасцев и их, соответственно, добавлять поливную воду для гортензии. Это совершенно верный совет, однако же трудность возникает в том, где же эти алюмокалевые квасцы взять. Иногда интернет-магазины предлагают такие алюмокалевые квасцы, иногда их можно найти в строительных или садовых центрах, но на самом деле они не так доступны, как бы хотелось. При этом приготовить растворимый алюминий в быту является задачей чрезвычайно простой. С чем она связана? С тем, что, с одной стороны, алюминий нам чрезвычайно доступен. Я, например, как источник алюминия использую вот такие вот крышечки от йогуртов или других продуктов. Ворошков там всевозможных и так далее, все с ними абсолютно сталкиваются. С другой стороны, растворить такой алюминий, скажем, бытовыми кислотами, лимонные или уксусные, не представляется возможным. Вот здесь вот я сделал раствор лимонной кислоты и положил туда крышечку. И лежит она там уже достаточно долго. И с ней ничего не происходит. И не произойдет. Потому что, как я уже сказал раньше, поверхность оксида алюминия на этой крышечке препятствует растворению металла. Ну, это и понятно. Если бы так легко было растворить алюминий, фольгу алюминиевую, то в таком случае он не использовался бы для молочнокислых продуктов, где содержится молочная кислота, не использовался бы для йогуртов, где масса фруктовых кислот и лимонная кислота, как регулятор кислотности и так далее. Что же делать? Как же нам получить растворимый алюминий? На самом деле очень просто. Алюминий замечательно растворяется в растворах щелочей, а именно натрия или калий-ОН. Едкого натора или едкого калия. Где нам в быту взять этот едкий натор? Все средства сухие для растворения засоров труб представляют собой ничто иное, как чистый едкий натор или едкий калий. Это как раз то, что нам нужно. Исходя из реакции растворения алюминия в едком натрии, необходимо смешать едкий натор с алюминием в соотношении 1 к 1,5. То есть на одну часть едкого натора полторы части алюминия. Вот одна такая крышечка весит примерно 0,8 грамм. А в одной чайной ложке вот такого средства для растворения засоров содержится примерно 4 грамма едкого натора. Исходя из этих расчетов, на одну чайную ложку едкого натора нам необходимо раз, два, три, четыре, пять, ну шесть крышечек. Соответственно, необходимо одну чайную ложку едкого натора растворить в 50 мл воды в небольшом количестве и отрывать по кусочку по небольшому и бросать туда этот алюминий. Я не рекомендую бросать все сразу. Почему? Потому что реакция может быть достаточно бурной. При этом выделяется водород. А водород, между прочим, взрывоопасен. Поэтому такой раствор лучше всего делать на свежем воздухе, конечно же. Летом вполне нормально, незадолго до цветения гортензии вполне это можно сделать. И не подпускать туда детей, потому что все-таки растворы едкого натора являются едкими. Соответственно, необходимо защищать кожу рук, глаза, тому, чтобы эти брызги ни на кого не попали. Добавляя вот такими небольшими кусочками, надо дождаться полного растворения всех вот этих вот алюминиевых крышечек. После того, как эти крышечки растворятся, возможно, вам надо будет потратить целую ночь. Ну вот у меня, например, уже видно, как водород выделяется, уже как будто бы эти крышечки кипят. Но чем медленнее оно будет кипеть, тем лучше и безопаснее, потому что будет очень плохо, если раствор разогреется, и реакция пойдет слишком бурно, и все это начнет из ведра или еще откуда-то выплескиваться. Соответственно, после того, как вы растворили вот эти все алюминиевые крышечки в растворе едкого натора, вам необходимо нейтрализовать этот раствор, и для нейтрализации лучше всего подойдет лимонная кислота. После того, как вся реакция пройдет, всыпьте туда, в этот раствор, одну столовую ложку лимонной кислоты. Получившийся раствор растворите в одном ведре воды и подливайте вашу гортензию до тех пор, пока ее цветки не станут синими. Для того, чтобы проверить, нейтрализовали вы полностью или не нейтрализовали раствор, подойдет наш уже известный антоциановый раствор, который мы готовим из 100 грамм капусты краснокочанной на пол-литра воды и настаиваем несколько часов, после чего получаем вот такой раствор и подливаем. Если цвет раствора зеленый, это означает, что нам нужно еще добавить лимонной кислоты. Если цвет раствора розовый, это значит, что у нас кислый раствор и все там уже хорошо, можно его использовать для полива гортензии. Я благодарю вас за внимание, благодарю за то, что вы с нами. Подписывайтесь на наш канал, нажимайте красную кнопку внизу этого видео, чтобы не пропустить наши новости. Нажимайте на колокольчик, чтобы подписаться на наш канал. Я с вами был Иван Русских и надеюсь, что увижу вас в следующих наших выпусках. Всего хорошего!